Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня у нас скринкаст из разряда развлечений, хотя потенциал у этого сервиса достаточно высокий, если его не забросят и будут развивать. Речь идет о сервисе Unscreen, который может взять вот такое видео без хромакея и сделать из него вот такое видео. Конечно, со грехами, но еще раз речь идет о потенциале. Даже в таком виде без Unscreen делается это долго и требует квалификации, а с использованием Unscreen делается это примерно вот так. Они тут кстати пишут, что good bye green screen, привет Unscreen. Так вот, делается это так. Закинули файл, получили готовый результат на альфе, то есть на прозрачном фоне. Это реально меньше минуты. Правда получаете вы 5 секунд готового видео, какой бы файл не загрузили, но опять же это скорее демонстрация возможностей. В таком виде это может быть какая-то забавная заставка для Facebook, например, но когда разработчики выкатят платную версию, там уже не будет ограничений по времени и видео можно будет скачивать в высоком разрешении. Сейчас только 5 секунд в низком разрешении, но даже с этим уже можно что-то сделать. Можно скачать GIF, анимированный PNG. Сразу скажу, что это странный формат, не качайте. Ну или я не понял, что это. В смысле у меня не заработало. И можно скачать Single Frames, то есть PNG-секвенцию. И это самый оптимальный формат для постобработки. Также можно сразу подложить какие-нибудь фоны. Чаще всего выглядит это ужасно странно, но вот этот, например, психоделический фон вполне даже ничего. По крайней мере не выглядит инородным. Также можно загрузить сюда собственное фото. Ну в общем для тех, кто далек от работы с видео, это весьма забавная игрушка. Тут кстати нам говорят, что если вы хотите Hi-Res, то подпишитесь на новости и мы вас уведомим, когда выйдет версия PRO. Теперь посмотрим, что мы скачали. GIF на прозрачном фоне вот такой. Качество конечно весьма слабое. Далее анимированный PNG. Вот такой. Он у меня не запустился. Просто кадр. GIF на анимированном фоне совсем плохого качества. Непонятно, кстати почему он так убил изображение. По идее должно было быть как на прозрачном. И последнее PNG-секвенция. Сама по себе вещь нефункциональная, но это самое ценное, что тут есть. Потому что если засунуть это в монтажную программу, из этого уже можно что-то сделать. Но сначала надо разархивировать фото в какой-нибудь папку. Я думаю любая монтажная программа подхватит секвенцию, по меньшей мере любая профессиональная. Я воспользуюсь DaVinci. Тем кто не знает что это, смотрите серию уроков. Ссылка в описании. Программа бесплатная. DaVinci воспринимает этот набор фотографий как видео. Собственно видео это и есть 24 фотографии в секунду. И мы можем это все закинуть на монтажный стол. Положить какой-нибудь фон и получить что-то отдаленно напоминающее качественный ролик с кейнгом. Опять же если бы фон на исходном видео был более однородным, качество было бы лучше. В идеале конечно хромакей, но если бы был хромакей, все это можно было бы сделать в DaVinci. Но даже такой результат выглядит вполне сносно. А если немного подкрасить изображение, поженить его с фоном, то даже создается впечатление, что мы получили неплохой результат. А если вам понадобится звук, пусть и пять секунд, но например уж очень вам нужны эти пять секунд со звуком, вы можете взять эти пять секунд из исходного ролика. Да, а вот он. Ну в общем не судите строго, в таком виде это скорее развлечение и прикол. Но это отражает тенденцию. Тут явно задействовано машинное обучение, а значит очень скоро монтажные программы обзаведутся подобной фичей, но на более продвинутом уровне. Либо сам сервис onscreen разовьется во что-то глобальное. А может быть ничего этого не будет и Земля налетит таки на небесную ось. Все, любите друг друга, кто его знает когда это произойдет.